Ну и мы продолжаем вторая часть четвертой серии, потому что интернет охуенный. Вот и всё. Да гандон, гандон, блядь, говорю, когда всё прайм-тайм, всё, пиздец, всё в жопе, блядь. Всё, я выключаю предпросмотр. Даже сейчас у меня есть пропуски, лол. 10 тысяч битрейта, 159 кадров, ебал. Просто, сука, гандон, урод, и кто ещё, я тебя не знаю, как назвать, блядь. Да потому что, гугл же, типа, ну как мне сказали, типа, это, гугл, типа. У них же, они же не обновляют сервера, типа, их официально нет в России. Ну, мне кажется, если бы они не обновляли, уже бы всё ёбнулось, нахуй. До пяти тысяч, прикинь? До пяти. Ну, это надо переждать. Шесть тысяч битрейта. Ну чё, разве такое говно может зависеть от меня? То есть стримишь, стримишь, всё нормально, 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 а потом бум, нахуй. Да я уверен, что всё нормально. Ну, ты не стримил, блядь, что, сколько не стримил. Это же началось-то недавно. Новый год началось. И чуть до. О, бабочка. А-а-а, да, я помню. Ну, пока интернет у нас шалит, можно сделать вот такие дела. С бабочкой секрет разгадать. Много битрейта на этого не надо. Нам надо спуститься вниз по лестнице. Я всегда говорила, что-то не стримил. Я помню, я помню. Через этих броненосцев. Товарищей. И вот сюда. Плюс страничка. Тоже контент. Ну, да, вот здесь самое крутое место. Проводить слагает всегда, нахуй. Чё не делай. А-а-а. Ну, 6 тысяч, он держит. Чудно и блядь. Ну, погнали, тоже поговорим. Ревелия. Вряд ли здесь что-то новое, да, будет. Я надеялся на встречу с вами. Чё ты так? Ну, понятно, что текущая эмбитрия потока ниже рекомендованного. Вы вернулись. Наконец-то. Министр Спевин больше говорит, чем слушает. Всё раздвагольствует о непокорных драконах. А о гоблинах не желает слышать ни слова. Кстати, о гоблинах. Послушайте, профессор, пока вас не было, столько всего произошло. Портрет Элдрича Диггери в гостиной рассказал мне о своей внучатой племяннице, Елене. Внучатой племяннице? Да. Она была мракоборцем. В общем, она взяла меня в Аскобан, чтобы встретиться с Анной Фисби. Постойте-ка, вы были в Аскобане? Это было то ещё испытание. Но Анна знала Ричарда Галкорда ещё при жизни. А мне нужно было найти его призрак. Да кто такой этот Ричард Галкород? Он когда-то учился в Хогвартсе. Так вот, он рассказал мне о тайной пещере. Я добрался туда, и возле останков Галкорда обнаружились утерянные страницы. Неужели всё-таки нашли? Да. И поскольку Галкорд успел воспользоваться изображённой на них картой, то удалось обнаружить и место на карте. Хотите верьте, хотите нет, но это комната под Хогвартсом. И почему меня это не удивляет? Покажете мне? Я надеялся, что вы это скажете. О, и придётся взять с собой книгу. Покажем, покажем. Помещение называется залом картографии. И там нас ждёт портрет Персиваля Рекхэма. Профессора Рекхэма? С нетерпением жду встречи. Как же этому Галкорду удалось заполучить страницы из книги? Очевидно, их стащил Пивз. А Галкорд потом украл их у Пивза. А, Пивз. Он по лестнице не хочет медленно спускаться. Ты где? Давай, нагоняй. Прикинь, сейчас боёвка. И 6000 битрэйт. Ну, просто... Квадратики будут, блядь. Это просто будут квадратики. Поверить не могу. Всё это время она была прямо у нас под ногами. Угу. 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 Любопытно. Книга всё расскажет, да? Красиво. Красиво. Как ты это увидел? А, ну, у нас... И, конечно же, Хогвартс. Восхитительно. Ты где, мужик? Жаль, что ты этого не видишь. Вот и ты. Здравствуйте, профессор Экхэм. Мы поставили книгу на пьедестал, как вы и просили. А это мой... Наставник. Профессор Фиг. Как поживаете, профессор Фиг? Теперь вы понимаете, почему вам нужно было вернуться с книгой? Понимаю. Ещё мне ясно, почему вы назвали это помещение залом картографии. То, что вы так далеко зашли, говорит о наличии у вас необычайного... Экхэмологического дара. Потенциал и сила которого раскроются, если вы докажете, что достойны. Место проведения каждого из четырёх испытаний со временем появится на карте. Испытания призваны проверить вас и открыть вам бесценные знания. Но пройти эти испытания вы должны самостоятельно. Помните воспоминания, которые вы увидели в моём сейфе в Грингонсе? В сейфе? Ну, допустим, помню. Вы обсуждали портал со своим другом Чарльзом и испытания, созданные для тех, кто способен увидеть следы древней магии. Именно. Чарльз тоже один из хранителей. Так мы назвали себя ещё несколько столетий назад. Ведь мы обязались хранить определённые знания в тайне до настоящего времени. Так что же? Ни переход из руин в Гринготтс, ни сокровищница, ни запретная секция, ни поиск этой комнаты не были частью испытания? Всё это – важная часть пути. Но не самих испытаний. Однако то, что вам удалось так далеко зайти – хороший знак. Испытания были придуманы для того, чтобы силы и знания, которые мы так долго держали в тайне, ни в коем случае не попали не в те руки. Это будет испытание ваших способностей, как врождённых, так и приобретённых. Но вот что не менее важно. Всё, что вы увидите во время испытаний, поможет вам решить, что делать с полученными знаниями. Запаситесь терпением. Испытания многому вас научат. Но нужно время. Боюсь, у нас нет такой роскоши, как время. Мы очень долго ждали, профессор Фиг. Уверен, ещё чуть-чуть. Со всем уважением, сэр. Хотя я не знаю, что за секрет вы храните. Я знаю, что этому юному созданию удалось увидеть следы. Следы могущественной тёмной магии, которой владеют гоблины. Нам повстречался необычайно могущественный гоблин, применяющий невероятную магию, когда мы выходили из вашего сейфа в Гринкотсе. Возможно, мы уже опоздали. Тревожное известие действительно. Скажите, вы доверяете профессору Фигу? Как самому себе. Что ж, учитывая ваши незаурядные умения и выдающиеся достижения, мы можем начать. Место проведения первого испытания отмечено на карте под вашими ногами. Профессор Фиг может помочь вам в поиске места института. Очень интересный. Но пройти их может лишь тот, кто наделён даром. Ну, то есть помочь он может, но пройти всё равно я. Угу. Понятно. Я знаю эту башню. Это недалеко. Может, вы и сами её видели? Я чуть не увидел. Может, встречёмся? Я не, блядь, я её не увидел. Кажется, нет. Возможно, ваш юный друг путешествовал не так часто, как вы думаете. Как ваш наставник? Я должен хотя бы пойти вперёд и убедиться, что там безопасно. Присоединяйтесь, как только сможете. Вы говорили, что знаете эту башню. Что вы можете о ней рассказать? Боюсь почти ничего. Я десятки раз проходил мимо. Она стоит к северу от Хоксмита. Насколько помню, она выглядит заброшенной. Но, очевидно, эта башня не так проста, как кажется на первый взгляд. Хорошо. Я найду вас в башне, как только смогу. А пока будьте осторожны. И не говорите никому, куда вы идёте. Тут точно уже не надо никому говорить. Чё, попробуем битрейта подкинуть. Я думаю, стоит попробовать. Буду? Буду сейчас. Ага. Не-не. 10 поставил. Ну, уже лучше, чем 6. Буду следить, всё равно продолжать. Очень неудобно, когда стрим оффаешь, у тебя таймер ФБС обнуляется, и ты не знаешь, сколько стрим идёт. Ну, и на каком моменте. Приходится по Ютубу смотреть. Встретись с профессором Фигом рядом с башней. Ни хера тут расстояние. Я бы хотел выйти отсюда обычным путём. Вообще, понять, где она, блядь, находится, это место. Что вы затеяли на это? Не гуди. Так, ну тут типа это самое такое, да? И вот оно обычный хогварц. Подземелье написано у нас. Блин, вверх и вверх. Подсматриваешь? Он ей всё рассказывает, да? Ах, блин, у нас. Опять вы? Того заебали, честное слово. Ревеллио. Те страничка. По слухам, на этом уровне, когда-то была надпись, основоположник науки об украшении драконов, не следовало начинать с ингерского восторга. Колокольная башня. Так странно. О. О. Я ж тут не был ни хрена. По сути. Сломная метла. Чар лунной трансгрессии своим товарищам, третикурсникам. Никто не знает, удалось ли я это. Ты знаешь. А, ну и вот главный выход. У тебя тут был? Тут сто процентов бесполётка. А, нет. Ну, видишь, летать уже можно. Вообще кайф. Осталось чуть-чуть, и оно в битрид вернётся. Поддержать не надо сильных, тогда не ошибёшься. Вот если люди потакают своим капризом... Беды не имеют. Чё, 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 подожди, родной. Сейчас, сейчас, сейчас. Будет, будет. Я хотел... Чё я хотел? А, я хотел, я вспомнил. Я всё вспомнил. Попробовать фпс залимитить на соточки. Хогвартсу повезло, что он защищён заклинаниями. Нет. Если пчёлка звонит, я не скажу, что это хороший сигнал. Не в целом. Не переведённая фраза. Или всё, у меня игра на английском теперь. Это трэш, а не заклинание. Так это ты, мелкий гадёныш, который спас Трэдмил? Нет. Какой-то дикий импут лак. Какой-то дичайший, я бы сказал. Прям ебанутый. Это всё из-за растительности? А, не, у меня даже в этом... А, ну, походу, не дружит. Реватюнер не дружит. Такой стрим, ебать, весёлый. Крэш, блядь. Ни хера не увидел разницы. Ревеллио. Вы в натуре, бля, оборван цена. Ещё. Будем драться. Как спускаться? А, конкур, да? Я прям на гул. А, это ведь. Кинты. Инциндия. Конфринго. Экспильармус. 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 Экспильармус икс накладывает, который... Ну, такой урон дикий у нас. воротняги для нас это прикол не на 75 от несерьезно я была тебе лучшего мнения ебать жалкие потуги да ты чё тварь ебать обменялись приколами и опять капусту выпустивали это нам для этого для зелья что-то тут вообще зашел непонятно куда жестокость 3 грибы ревеллио если кто придет по мою душу я их заколю как штрихвост что ты сделал ревеллио на уж не пойму почему из-за браконьерства поднимаются тоже не пойму не представляю сколько всего вырезались все но если сейчас что-то будет не то но я уже все я молчу все тихо тихо у нас тут вообще короче пати вечеринка что не пойму и вообще где кассе не очень далеко с каких-то лесах но и так долго до буду идти полетели чё как нахуй а ну это волк контринга акция какой акцию паучки страшная мощь все полетели тут долго долго да встретитесь с профессором фигом рядом за башней над запретным лесом летим как я понимаю а ну автопилот по сути есть мне не обязательно жать ну shift нажал и он пошел автогаз ну десять тысяч как когда-то огонек башня сана бакара обнаружена . днем будет дело сюда профессор фиг значит у башни подождали дня погнали мы не одни ни в коем случае здесь сторонники ран рака вижу как минимум дюжину но их может быть гораздо больше а можно трансгрессировать отсюда прямо в башни бы но мы же понятия не имеем что творится в башне но самое главное я хотел бы выяснить что они тут делают их лагерь впереди прежде всего давайте проведем небольшую разведку пойдемте пойдемте на ситуация так себе да уж сюда и рекомендую применить дизельмитационное заклинание не стоит объявлять о нашем прибытии рекомендации быстрее если подкратце как врагу незаметно вы можете наложить на него короче таталус да это муж знаем на прошлом стриме делал так не показывайтесь и примените петрификус таталус прекрасно здесь должно что-то найтись ранок уверен здесь должно что-то найтись ранок уверен даже эта башня интересует почему нам просто не зайти а чё в задании написано на следующий присутствии гоблинов and этим так криво работает их по одному выцеплять потихонечку некоторые по одному стоят самая наша цель для тебя вообще выключилась требовать он к херам работали в шахтах для тебя и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Мы всех убили Хорошо Я просто не понимаю, ну дальше что Нет гномов тут Все Гоблинов Ревелия Сундучок Шаг буст Шаг буст Нет Все ГГ Полет нет Сюда Ревелия Вон метка Вот она Вот Ну что-то явно не то Ты что, угораешь, чел? Продолжаем Продолжаем Почему сейчас вот у меня загрузка 58? Я перешел просто в игру, блять Понимаешь? Все то же самое Я ничего не делал Загрузка на видео 59-58% Просто, блять, идиоты Нам необходимо Я тут погуглил чуть-чуть Нам необходимо зайти в палатку Ладно И тут где-то какое-то письмо Какие-то письма, короче, нам надо найти Максимально тупой квест Как по мне Ну, именно вот эта часть квеста Сто процентов Ну, то есть, ничего здесь Ну, то есть, настолько не очевидно, что это урод Это Приказы Ранрока Они должны найти нечто, связанное с именами Какими именами? И почему именно здесь? Выщи башню и все вокруг Ищи что-то, что связано с именами Если найдешь, возможно Если найдешь, возможно Мы, наконец, получим ключ Достойным будущим для всех гоблинов Ранрок А-а-а Прольется кровь Блять Слышь, нахуй Ах, нихуя ты Ты такой, да У нас серьезный, молодой Конфринго Экспилляр Это было лицо Левиос Я не позволю на собой Инцентив А, это ты с меня? Твои заклятия от меня отскакиваешь Ведь Жаль, что вам уже не понять, как вы ошибались Неудобно, я вам так скажу Когда у тебя два вот этих спелла реально Так, и Экспилляр Получается Попробуем, давай Хорошо Похоже, мы нашли вход Ну, похоже Заперто Всего лишь надо было, да? Отпирающие чары Полезное заклинание Сейчас на это нет времени Если у вас не получится Разучим его, когда вернемся в Хогвартс Ну да, давай Ривелио Угу Эти метлы Наверняка были зачарованы Много лет назад Никогда не видел, чтобы заклинания Держались так долго Вы в башне Сана Бакара О, ты тут? А ты что тут делаешь? Здравствуйте, профессор Вы сказали, башня Сана Бакара? Именно С профессором Бакаром вам вскоре предстоит познакомиться Я рад, что не ошибся, предположив, что мы встретимся снова вскоре после нашей последней встречи Хотя, судя по шуму, что я слышал вам, было довольно непросто сюда добраться Да, профессор Рядом с башней мы столкнулись с гоблинами То, что гоблины знали о моем сейфе, само по себе тревожит Но если они додумались связать его с этой башней, то угроза куда серьезнее, чем я думал В таком случае нельзя терять времени Внизу, возле входа, находится хранилище древней магии Вы уже такие видели Теперь оно открыто Используйте его, чтобы пройти к двери Боюсь, большего подсказать не могу Профессор Фик не может пойти с вами Так что будем ожидать вас в зале картографии Запоминайте, что видите Нам надо выяснить, откуда сторонники Ранрока знали о башне, ранее принадлежавшей хранителю Но пока есть более важные дела, требующие вашего внимания Например, хранилище древней магии, если не ошибаюсь Да, сэр Тогда оставлю это дело в ваших умелых руках Однако, будьте осторожны Хорошо, сэр Встретимся в зале картографии Хранилище древней магии Внизу, возле входа Все Пустая чашечка Кайф Ревеля Пойдите, начал первое испытание Хорошо Здесь может быть опасно, поэтому стоит вести себя поосторожнее Наверное, да Ревеля О, такое же было в Гринготте И в запретной секции тоже Ну, просто по ощущениям будем Ревеля Тут нам, наверное, пригодится Репара Нет Хорошо, вот лестница Ведущая нас вниз Впечатляет Не то слово Ну и где же результат Пожалуй, надо осмотреться Кстати, я их не надел-то Не надел-то те Приколюхи Так Ага Чего он мне показывает, что еще что-то А, ну, типа Хуже по статам, но больше по левелу гений Ой, неизвестный наряд Хорошо А, ну, вон, просто портальчик Прям туда Ревеля Ну, нет, нам сюда Ага О И вон сундук еще Шляпа Ревеля Что же нам он подготовил Следы древней магии Что-то должно было измениться Ну, вот портал Ревеля Что же могло измениться Непонятно Мы сюда вот так пришли, да? Вряд ли назад Всякое может быть Ну, да Вот оно Опять следы древней магии Что-то должно было измениться Да что же могло, блядь, измениться Я не понимаю О Неизвестный наряд легендарный Вот это интересно Субтитры делал DimaTorzok Тут нет, нифига Тут двери, да и Да и все Ревеля Ну, вот сундуки Типа, да? Дверь какая-то Пока я не понимаю Реально Ну, чаши Чаши все горят Все горит Все четко Ну, чаши Уезжай Что за место Инцидия А, ну да Мы здесь были Конфринго Я тут все уж поломал Чиниться Ну, в чем Загадка В чем Загадка Здесь Какие-то Не ведет Понял Игра Никуда А Понятно Не, ну такое Я даже вырезать Не буду Тут вообще Блит Треть творится Какой-то Нах И что Мне со всеми Ими Драться придется Мне очень приятно Их видеть Но на этот раз Я хотя бы знаю Чего от них ждать Конфринго Я уберу левелосы Потому что Оно здесь В принципе Не нужно Как я понимаю Ну, от них Они его не Инцентер Экспиляр Конфринго Инцентер Конфринго А Не увернуться Тут Блять Я даже не видел Вот это Доп Ревеллио Это мы знаем Что тут делать Кажется Я их уже видел Акция Нас туда ведет Я хочу К сундучку Сейчас мне кажется Надо Сойти Вот сюда Зайти Подозвать ее сюда Кажется В прошлый раз Я использовал Акция Да ну Это для кого Подсказки И никак И никак Потому что Он не цепляет Как же туда Попасть Интересно Прям Там Сундучок Как бы Ну Туда Никак Это платформа Поможет мне Добраться Куда нужно Так Куда-то Что-то Показала Теперь Можно Что за Какой-то Бредов Блять В пещере Гораздо Сложнее Было Чем тут Чем Сейчас Тут Ну Че Все Пиздец Опять Эти статуи Мы Ставим Поменять Не скажу Что Это Было Легко Менять Местами Потому что Безнаруживает А тут Дамаг Дает Короче Да Сначала Безнаружить Лучше Точнее Она И она Я Безнаружит И еще Икс Кладет Все Кто Получает Икс Получает Урон Тоже Платформа Давай Вверх Нужно Найти Следы Древней Магии Но Где Ж Вот Тут Акция Как Там И Еж Как Нам Еж Как Что Уж Как Непонятно Все Какие-то Лабиринты Вот Вверх Подняться Акция Но Она Не тянется Че Хочешь Делай Тут Тоже Не Получится Я Вот Как-то Вот Балкончика Слева Справа Понял Снизу Ничего Это Не Тянется Никак Подожди Ну вот Сейчас На мне Красный Фильтр Давай Попробуем Пройти Через Нею Что За Это Красный Прям На мне По-моему Нужно Осмотреть Эту Арку С 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 А А А Стоять Ко мне Родной Она Меняется Видишь Как Да Все Меняется Блядь Вот И Этот Сундук Подожди Ну вот Сундук И что дальше Только спускаться Я вниз Я вниз Как бы Только Вниз Так вот В чем Дело Мне Нужны Обе Страны Арки Чтобы Подтянуть Платформу К другому Краю Моста Акция Ну Типа Может Может Как-то Получится Запрыгнуть Не знаю Заморочили Заморочили Блядь Ну Да Мост Меняется Высота Меняется Я Платформу Она Была На той Стороне Я Ну Это В чем Дело Мне Нужны Обе Страны Арки Чтобы Подтянуть Платформу К другому Краю Моста Все Верно Все Верно Ёп Твою Загрузка ГП 41% Похоже Не успел Инцендия Экспилер 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 Конфринго Акция Инцендия Экспилер Конфринго Ну Пойдет Пойдет Конечно Не самым Крутым Образом Я их Всех Убрал 18 Лавел Кстати Тем Временем Должен Или Почти Что-то Я там Я в меню Не забрал Еще Ну Это Я думаю Потом Побегаем Посмотрим Что-то Интересного Инцендия Ничего Ничего Такого Нет Интересного Акция Допустим Так Я Так Вниз Упаду А Не Не Злази Отсюда Сюда Синий Теперь На Мне А Теперь Глянем Ко Что Изменилось По Обе Страны Арки Какие-то Беды С Башкой Рена Спасибо 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 Босс Походу 5 Хилок Сундуки И там 2 Ой Давай Z Можно Нажимать Ну их Много Блять Просто Конфриндо Экспилярус Инцентер Ну я его почти убил Можно было и так Конечно Я просто не знал Кто еще будет Да А экса У меня нет Вот он Босс Ебучий Блять А Ну по идее Можно это Разрушить Потому что У него Желтый Этот Давай Попробуем Этот И Этот Какая Левиоса Близ Слышь Ты чё Блять Поставил А ну да А ну и вот это нужно На хуй Да блять Я уворачиваюсь Понял Похуй Бля Ну да Я понял Я понял Блять 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 экспиллер инцидия это летает я тебя услышал тебя услышал вот это не нужно экспиллер 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 ну хардкор кстати но здесь не такой не такой бы я сказал что хардкор ну типа он такой простой на берем без древней ну все зеленых он не летал мне кажется нам дадут зеленый какой-то скилл тоже облегчение тоже яички вот везде наблюдаю за ними бежим бежим вот это реально интересно еще один амад памяти так я читал там люди и жаловались сохранимся а то бывает не это не регает чем на кепка ну давай смотреть а а а а а а а так вот та ученица на тоже которые на древней магии твоя способность преображать окружающий мир просто поразительна что такое отцу становится хуже по-моему он уже не оправиться от потери сына тяжело видеть как страдают дорогие нам люди мой брат уже давно умер у отца так сильно терзает боль будто его сын умер только вчера ему нужны не мои способности а покой как я могу помочь ему профессор ты и так уже много сделал этого мало я хочу избавить его от боли я прекрасно тебя понимаю возможность использовать магию чтобы преобразить не только физический мир искушает но человеческие эмоции это могущественная сила даже самая умелая ведьма не может знать каким последствием приведет необразимое вмешательство в эту силу то есть я должна просто смотреть как боль его убивает но пойми это же не твоя боль понятно понятно каждый год ученики видит в чиринках все более и более несуразные чем раньше о мисс морганок с возвращением хогвартс профессор теперь снова придется привыкать профессор руку было приятно узнать что риск приняли должность профессора защиты от темных искусств присаживайтесь и дура расскажите о своих путешествиях я надеялась что вы с остальными зайдете ко мне в гости этим вечером так много хотела вам рассказать замечательно мы известим остальных очень хорошо тогда до встречи с каком тогда стали было сейчас еще старее получается это рассказ про эту девочку на еще одно воспоминание а теперь надо найти бы выход отсюда надо бы бандалить найти было опять этот прозрачный камень должна быть это путь обратно в зал картография ревелия левиоса не левиоса нихрена он давай назад ведь а нас там ждут мы-то не смотрели на эту красоту вот башня до хогвартс тоже какая-то какое-то строение где город 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 не дают нам посмотреть о и ты тут что это тут у нас кто идея я учусь в хогварте сэр а это профессор фиг профессор чарльз руку вот к вашим услугам кто-то прошел первое испытание профессор вот да это я мы видели вас в омуте памяти в гринготе с профессором реком верно значит вам удалось найти портал ведущий в сейф профессора рекома и расшифровать карту из медальона сейчас сказать не может омутом память уже портрет на ребята над последним омутом памяти висел какой-то предмет которую я не могу опознать ах да вы найдете подобный артефакт в каждом испытании храните их в безопасном месте они вам понадобятся чтобы пройти весь уготованный вам путь до конца соберите все артефакты и мы сообщим что делать дальше что ж можете рассказать что-нибудь о следующем испытании прежде чем вы приступите я хотел бы обсудить с чарльзом ситуацию сложившуюся из-за гоблинов гоблины этот ученик видел следы могущественной темной магии которые владеют гоблины они с наставником профессором фигом столкнулись не только с гоблинами рыскавшими возле башни сана бакара но и с могущественным гоблином в моем сейфе в гринготсе будет разумным приостановить дальнейшие испытания пока мы не разузнаем больше с иглы мы доверимся вашему суждению в этом вопросе конечно же и так постойте профессор это фамилия рук вот не кажется ли вам что есть какая-то связь с виктором может быть но не понятно насколько это важно да и важно ли вообще а пока расскажите мне что вы увидели в омуте памяти перед тем как стать профессором в хогвартсе ведьма по имени иссидора из последнего омута памяти спорила с профессором рэкхэмом насчет использования магии чтобы снять боль будем надеяться следующее воспоминание позволит узнать больше а пока нужно выяснить что известно ран руку честно говоря понятия не имею с чего начать вообще-то у меня есть кое-кто на примете однажды я видел как сирона разговаривала с гоблином в трех метлах кажется они дружат что ж стоит попробовать посмотрим что вам удастся выяснить ну конечно не забывайте об учебе да сэр пока вы не ушли пока я не ушел профессор вам встречались клубящиеся следы магии помимо тех что были на нашем пути вроде нет как а что они такое они свидетельствуют о попытках хранителей управлять силой древней магии в наше время если я прав а я не часто ошибаюсь с их помощью вы сможете стать более искусным волшебником спасибо сэр буду смотреть в оба вот так вот так красиво и поспал хоть конец испытание завершено задание на 18 читать почту ух ёб твою мать понабрал я не забыл о нашей зате из библии чё блять ты же говорил что это город поедем сука лучше все свои магические способности чтобы получить письмо доступ к следующему испытанию ну вот эти как я понимаю задание я нам надо выполнить забота о братье требуется доставка ядовитая отвага тайник в замке целая куча плю камней это мы знаем поле призывателя матч 1 отправляйтесь к доске поле призывателя ну все допы допы вот это основа ну все ну все ну все ну все так давай все таки 13 легендарный такой же как и 17 зеленый это прикол тоже 38 типа в лимит уперся да и все а ну вот вот эти получше и вот два наряда у нас есть давай сначала в эту а главное был кстати крутой ух 45 так поменяем визуал быстренько хоп и очки а а они да 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 и очки хоп все хорошо хорошо и теперь давай комнату нашу игра нас отпускает в свободное плавание в нашу выручай комнату погнали нам надо выявить два предмета чтобы задержанную из трех метел о том гоблине с которым она говорила в день нападения тролля все равно из трех занятия началась задача профессора онной вот так ты погоди рябину этого да сразу поставим чтобы делалось посмотреть вообще мы можем ли в один сто процентов готов уже так все тихо так все тихо снаряжение идентифицировать у лек какой-то серьезный я уверен ты чё делаешь 1 ты можешь мне пол чел ну ты жесткий эти так скажем так давай поменяем нашу великую колоду бля 4 3 это . 3 а нам это надо может мы можем больше можно купить в магазине средний маленький виде буквы т средний до так не мебель не интересно зелье в деле интересно короче на дам нам надо в город по на по на покупать ленты и свитки ленты и свитки тоже все форианты и свитки короче хорошо понятно ну баден у нас растет это уже готово как-то хочется больше варить а то что-то в натуре я могу типа 234 поставить но лучше поставить сразу крутые хорошие и несколько на как мне кажется вообще было бы неплохо но чё же нам еще надо к урок сети помню я бы сейчас город отправился как раз таки все продал сейчас оденем эту штуку кстати чё нам там легендарные выпало наряд у смотри чё защита некроманта 1 снижает урон полученный от инфе инферналов то есть не очень эффект какой-то присутствует на нем это очень интересно то есть по сравнению с нашим тип до boost есть плюс 15 темный костюм кузнеца около 40 все в принципе нам надо уже больше 40 иметь этот сам получит шарф отстающий у нас а нет у нас есть шарф шарф не к силу не горнует не фиолетовый не красный и никакой так я сейчас мне надо необходимо будет оттаять продолжаем получается мы прошли одно испытание следующие нам пока недоступно нам надо будет выполнить задание но мы сейчас отправляемся в город снать ну продать распродать всякое вот это наше добро зайдем в таланты пока подожди зайдем в воспитание на испытание тут какие-то нам приколы плюшки и так далее рецепт с характеристикой снаряжения я думаю можно сейчас про мне нехило так внешка все это внешка конечно весело не очень интересно как домовенок кузе ебт только тыква так хорошо тут мы забрали на вот исследование по сути игра говорит ты два пацана только ну секрет и вот эти все дела на по заданию я неплохо бы немножко тоже не очень написал хорошо мне тебе когда ответить лучше так еще раз как там магазинчик назывался ой давай щас наверно чтобы а голосовым сейчас хорошо как он назывался этот магазинчик читов полианты и свитки вот нам на туда у нас все было в ажуре ага хорошо давай после стрима тогда или когда там минутка будет у меня так изучение твари и тут у меня короче много заданий как я понимаю да они те гоблины по имени лот гук посетите занятия повезло есть ничего хочет в лену много-много-много всего очень много но нам в город уксмена шлем д пульсу следуй за бабочками так ну это все допы волшебная брюква свежих продуктов семян удобрений хоксмени кабанья голова пап у него лавка лимандры вот нам получается на этот огонек и налево где-то 25 секунд давай сейчас послушаю иногда мне кажется что все дороги ведут в хоксмит послушал хорошо работать окей бежим так вот он да и за здесь вроде не был а разок был чуть такое тут сундучок по-человечески поставить давай акцию ну и вот этот они нет какой же да они да самый оптимальный вариант так надо закупиться у него там недурно слиточки не слиточки посмотрим что у нас есть по на продавать всякого не надо вами приятно иметь дело не надо не надо уже тоже мне шарфы не все да и надо вообще неплохо так буква т это 2 а вот нам бы средний типа магический рецепт кормушка для тварей разблокировать способность накладывать кормушку для твари вам нужно необходимо чтобы ваши твари были сыт магический рецепт значит коробку с игрушками производство удобрений волшебный маленький горшок будет периодически говорить случайно выбранные зелья случайно выбранные зелья непонятно какие-то материалы другие стол для горошков с большим горшком стол для горошков с двумя большими горшками стол для горшков со средним горшком стол для горшков с двумя средними горшками стол для горшков с тремя средними горшками вот этот мы купим всегда приятно найти то что нужно правда стол для горшков с тремя маленькими горшками с пятью маленькими горшками пять маленьких и так и денег не останется магический стенд для зелье варенья средний стенд для зелье варенья он идеально подойдет чтобы удовлетворить все ваши потребности во время приготовления зелий средний стенд но этот дороже ты почему-то это задушку и денег приятно найти то что нужно денег хуй да маленькая вот пять маленьких что-то я не не туда пока себе не можем позволить какие-то твари там и все остальные если вам еще что-либо нужно только скажите револио мне по сундук тут открыть ну сука вот он ну они вот это нормально придется передвинуть когда да вот блять только что был не очарована лестница дамы и только что видели здесь сундук отображается может какую книжку дернуть хоп и будет проход вот смотри я ухожу ну и вот он какой-то короче да заколдованная штука котик ну здравствуй хоксмит опах страничка иди сюда так пошли пошли 25 странички вот сундучок плюс 500 сейчас будет к 100 тут загадка зеркалом лимас какая-то типа пристань с этим ну как сказать деревянная но вот же она нужно быть там только не так то я могу принципе здесь здесь что-то не поднимается поднимайся сука сундуком блутал вот она вот она ревелью вот те и город на люмас они он бежишь нам сюда с тобой страничку сколько михил к 4 хилки одно такое одно такое эти два вместе до максима и это и дурус а это кстати чё же я тогда не выпил когда я там был арт страничка а а не 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 а то птичка была не поймешь блядь а это нам сюда надо этот за домиком сундук сундук эй не лагай армием лавы пока возможно то на этих гоблинах блять и прочих не нафармишь хорошо стоп ревелью лол а я стою и не лутаю эх здесь тоже какой-то сундук там внутри но заперто вишь ревелью да да здесь огонек у нас а как же город лагает ну блин но я тут ничего не могу сделать если он лагает значит он лагает не знаю на счет кентавра но ни один дракон на все на 120 может поставить поменьше будет лагать ну все равно все то же самое полезные это вещи ваше руководство для вас ревелью весьма интересно что меня включили в программу если на свете местечко уютнее хоксмида хорошо давай задание посмотрим что вообще хорошо я думаю их лучше посмотреть после того как мы в эту нашу комнату придем все поставим то что я купил а то я потом я забуду и все пиздец так ну давай что то есть на доценили дживизировать вадим есть все хорошо давай честно вот это надо и . вот зелье мне кажется без разницы любой ставь да и все будет бомбу ну превосходно так как его переместить 4 варки точно такое же в каждом на нос так вот выбирай на типа так встал бы как пошел крафтить и она уже лишь всем готов щенка опять хоп запустил есть собрал опять запустил опять запустил так но это все хорошо так это какой средний горшок да он маленький как я понимаю или большой горшок непонятно но мы эту штуку давай перенесем сначала что хочется быть как-то независимым от типа пришел сюда хоп все сделал и все трава луги и с одним маленьким горшком а вот маленькие горшки с тремя средними горшками сразу топовый типа взял как насколько я понимаю не дурная махина так ебать целый план танцу может замутить подожди хорошо большие есть у меня компостеров нет я только вот и до купил для маленьких где пять штучек пять штучек не купил можно бы сходить опять сгонять купить хорошо по сути вот два основных как бы да и там так ну же ну средний горшок чё значит падям выход 5 капусту посадим одну угару сколько у меня общересов давай так глянем вентарь артефакты зомота памяти артефакт который их парил на дом этом памяти хранителя его трес и бадьяна кстати не очень много мальвы 7 страница руководства понятно и вот интересно таланты таланты вручай комната крутая вещь будет можно там угорать жестко капусты как будто жестко а а а а а а и а и заклинание тут У конферинга сильное заклинание Само по себе Мне кажется стоит Пробрести этот талант Ключевые Держивая кнопку уклонения Вы можете быстро исчезнуть И снова появиться поблизости Серьезная вещь По успешному блокированию с помощью протега Заполняется индикатор Ревнемагии Мне кажется это база Надо брать вот это Перезарядка При использовании броска древней магии А в чем прикол визуал просто Вот это круто Вот это прям интересно Уронь 16 разблокирован В полочке восстанавливает Рябиновый Не знаю Ревеливаем больше Радиус Основной язык Когда они противноходят В воздухе Заполняется Сильнее Если они в воздухе Блокирование Так Так Еще один комплект Ну вот комплект Мне кажется брать надо Потому что Реально целый Ну прям Неразбериха Получается Типа вот эти я Зелененькие Сюда Ну здесь просто Накидаем Вот так Вот так Наверное Даже Пока Заглядания Нас мало Так Остолбение Понятно Основной Заглядание Понятно Древней Магии А Брасон Древней Магии Если предмет Я понял Татаус И вот у нас Лохомора Вот Это нам надо Ой там Взлом Какой-то Идет А Видишь Спойлер Спойлер Бля Ну Ебать То есть Трэш Можно просто Можно Ебануть нормально Вот это Крутая тема Акция Инцендия О Я посмотрю Вообще Сколько У нас А Ну Вот Мы И Наварили Бля Эду Рус Давай Максима Потому что Нам надо Будет Там Топ И вот Этот Один И Вот Этот Один Тоже 30 Секунд Всего Прикольно Так Что-то Блядь Творится Боден Боден Бо А я Этот Капусту Посанил Две Капусты А ну Здесь Боден Еще А так Че Я Я же Могу Это О Я же Могу Еще Одну Среднюю Блядь Поставить Камни Это У меня Есть И Никто Мне Не Запретит Мисклик Не Сделал Сейчас Блядь Этого Бодена 500 Штук Блядь Посадим Кстати Этот Не сбрасывается Все Четко Можно В принципе Жить Нормально Так Все Зелье Максима Эндурус Вообще Все В ажуре Я бы Сказал Ну Почти F1 F2 F3 Это Понятно Ага Так Все Хорошо Давай А то Я Че Тут Увлекся Ну Интересно Кстати Реально Когда Ты Можешь Сам Ну Неплохо Задание Депульса Какой-то Типа Раздобудьте Фокусирующее Зелье Лохоморы Вот Это нам Сто процентов Надо Смотритель Хомфацы По имени Хочется Ну Чем-то Важно Да Давай Отслеживаем Задание Смотрим По карте Где оно Жалоба Оооо Да нам Вот это Надо Блин У нас Тут Вообще Ничего Не Изучено Вот Эти Почему-то Огоньки У нас Есть Тут Точка Неподалеку Отправляетесь На поиски Новых Приключений Ну Типа Кстати Узнал Как это Разгадывать Здесь Он Двухуровневый Неудобно Ривелио Вам стоит Задуматься О Акция Че у меня На этой Этой На этой Непонятно Че лучше Так Что Раскидать Ривелио Подождем Гледвин Мун Снова Здравствуйте Мистер Мун Ооо Я Надеялся Увидеть Вас Снова Гледвин Мун Смотритель Хогвартса К вашим Услугам В первую очередь Позвольте принести извинения За то, что Был немного Не в себе Одна встреча Примела меня В полнейшее Замешательство Я слышал, что у вас Во время последнего визита В Хогсмид Было куда больше Приключений, чем у меня Приключений хватило Нападение троллей Уж точно было Трудно ожидать Безусловно Насколько я понимаю Жителям деревни Очень повезло Что вы там оказались Между прочим После своего Недавнего визита В Хогсмид Я и хотел вас увидеть Мне нужна ваша помощь В одном деле Заметили эту любопытную Статуэтку? Понаблюдайте, что происходит С ней ночью Когда дневной свет Угасает А теперь, если вам не очень сложно Попробуйте убрать луну Со статуи Заметные штучки, верно? Похоже, статуя Похоже, статуя исчезает Если убрать луну К слову Это можно сделать Только ночью Пока Оставьте ее себе Идемте Я расскажу вам о ней Поподробнее С того рокового дня В деревне Эти странные статуи Стали появляться По всему замку И по Хогсмиду Их тоже было Разбросано немало Кажется, кто-то Пытается меня Помучить Понимаете? В тот день В Хогсмиде Я завернул за угол И тут Бокарт Ну или привидение Которое меняет свой вид Если можно так сказать А Бокарт Принимает форму того Что тебя больше всего пугает Ага Ну да, да Был такой Ревеллио Демимаска? Да Шуткое создание Способное видеть будущее От них мороз по коже Я повстречался С одним из них В детстве Еще в Корее Страшные воспоминания Это статуи Демимасок А Луны Я так полагаю Примитивный намек На мою фамилию Какие-то негодяи Использовали Бокарта Чтобы узнать Мой самый большой страх И направить это Против меня Есть у меня подозрения Насчет того Какой гад Ну или гады Это затеяли Надеюсь Они совершат ошибку И раскроют себя Когда статуи Исчастники Именно поэтому Мне нужна ваша помощь Чтобы убрать статуи Почему именно моя? Честно говоря На это есть пара причин Во-первых После мужественного боя С троллями в Хогсмиде Вас считают Бесстрашным человеком Во-вторых Какими бы зловещими И жуткими Не были Демимаски Большинство людей Сочтет мой страх Беспочвенно Но вы же видели Как они На меня действуют Я уже не знаю Что и придумать Просто не могу Себя заставить Подойти к ним Мне известно Что две статуи Стоят прямо здесь В башне преподавателей Для начала Наверное Просто уберите их Чтобы я мог Вернуться К своим обязанностям Давай Я с радостью Помогу вам Мистер Мун Я знал Что могу Рассчитывать на вас Во-первых Вы же умеете Накладывать Дезалюминационные Заклинания Да? Нужно это сделать Прежде чем Бродить по башне ночью Потом Вы увидите Что дверь закрыта Как же попасть внутрь? Скажите Аллахомора И все А как же отбой? Отбой? Вздор! Вы напоминаете Мне меня самого В этом возрасте Казалось В школе Мне все пути открыты И я этим пользовался И все меня за это любили Вот это были денечки Короче Одну статую Вы найдете В ванной старост А еще одну В больничном крыле Удачи И спасибо И все что? Или что? Вот это вы замернули Бля А белая флкм Давай Давай Что? 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 Сблокировано Новое заклинание И где? Аллахомора Ёп твою Бля Используйте Ку Е И А Д Чтобы перемещать Искры И вращать Диски До тех пор Пока не активируются Обе соответствующие Шестеренки Которые открывают Замок Ку Е А Д Я не понял Забишь Скрутить Коннектируются Соответствующие Шестеренки О Ну Тип Рандом Прекрасно Вы вошли Не забудьте Использовать Дезульминационное Заклинание Чтобы вас Никто не увидел Ведь в этой части Замка Находиться Запрещено Ривелио Но мне первым делом Рвин 2 Куда Так Назад Ривелио На Нане Персоналу Домашние Эльфы Кокурцы Прекрасно Справляется С поддержанием Частоты В замке Мало Что может Застать Их Врасплох Однако Немедли Рядом С одним Из них Взорвались Волшебные Хлопушки Спрятанные За диванной Подушкой Грохот Стоял страшный Бедного Эльфа Окутали Клубы Сизого Дыма А у тех Кто был Поблизости До самого Вечья Развенело В ушах Я полагаю Что это Проделка Пивза Прошу вас Будьте Осторожны Бдите Заместитель Директора Уизли а вот она залп директора революо революо поехали вверх пока им зачем нам куда аллахомора вроде понял революо тоже какая-то записка другой абрахам думаю тебя порадует что местные ребятишки поварились играть в плюками на улице прямо под окном твоего кабинета они такие славные заметил что у самой маленькой из них нет своих камней и одолжил ей один из твоих наборов уверена ты не против надеюсь дела в замке идут хорошо я рада что ты набрался без происшествий чудовищная история о том господине из министерства достигла и моих ушей он в самом деле ехал вместе с или азаром кем-то из учеников просто ужасно напиши мне когда выдастся минутка очень хочу узнать про участников поля призывателя в этом году твои и поле твои ученики тебя просто обожают дорогой с любовью м револю чуть закатил со сказками блять так не больше здесь ничего интересного нет но прикольная слизарин да тут получается блин ну я могу в принципе отлечь но вообще наверх как бы но я вроде знаю как эту штуку разгадывать тем более тут один камень откуда и отвлекать так смотри это работает так выявить а здесь два блять ладно но они поблизости хорошо здесь здесь как бы два окей давай начнем с первого первый вопросительный знак 5 5 789 на детьх раздавать гандон 9 или потом ладно давай прячу лутать заново нет он их из него с этими дверьми были лучше когда она свободны и там потренироваться пошли и и револю револю да за на лутации его моего блять окне здесь ничего не до и давай вверх а я понял пока им зачем а пока им это цель револю револю а ну не не есть полу то и слава богу как выживают ваши ученики в этом году должен признать неважно револю револю мы воспитываем поколение изъездных пустозвонок не способных отличить аконит от асфаделя револю похоже это и есть ванная старост инцендио и и а лакомара и и и Ревеллио. О, аллахомора. Ну так, блядь, я не знаю, а как-то быстрее возможно это сделать? Сука, спалюсь же, ебаный в рот. Куда мы все пошли? Ревеллио. О, гонек. Акция. Экспилиамус. Уж я сразу вижу победителей, и это не комфортно. Заперлись, сука. Да ебаный ваш рот, блядь. Где сейв был, я надеюсь, сука, не в самом начале. Я собиралась поставить пару галеонов на Пуффиндуй в этом году. На Пуффиндуй? Не на Коктевран? Уж я сразу вижу победителей, и это не Коктевран. В этом случае не в этом году. Ревеллио. Страничка. Борис какой-то. Тоже страничка вижу. Акция. Иди ко мне. Ревеллио. Панцирь черепахи. Инкруссированы рагоценными камнями. И делать нехуй кому-то точно. Так. Опа. Смотри там. Экспилиамус. Че ты, блядь. Он кто-то, блядь, что-то мутит, блядь. Конфринго. Непонятно. Че. Иди посмотри. Говорят там этот. Футбол, блядь. Идет. Ревеллио. Ревеллио. Тё-тон. Мое подозрение пало на Пивза. Он изводил предыдущего смотрителя Ранкуруса Карпа. Пока тому не пришлось раньше времени выйти на пенсию. Но ведь это не объясняет, как в Хогсмиде оказался Богарт. Конечно нет. Я полон решимости разоблачить своего мучителя. С вашей помощью, разумеется. Это, безусловно, интересно выяснить. Не терпится разгадать эту тайну. Вы наделены тактом и академическим умом. И за вашу помощь я могу вам кое-что предложить. Не забывайте, что луны можно достать лишь ночью. И посему я призываю вас использовать при необходимости дезалюминационное заклинание. Сколько статуй нужно найти? Точно не знаю, но я начинал десятки. По-моему, они везде, куда ни глянь. Пора браться за работу, если мы хотим наконец разобраться, в чем дело. Ясно. Буду начеку. Благодарю вас. Я знал, что просить о помощи следует именно вас. Продолжайте в том же духе, и мы раскроем эту тайну. А сейчас можно мне... ...тут быть? Мне просто интересно. Луна мистера Муна. Гениально, блядь. Их ты. Ух, ебать, это что такое? Часы, что ли? В натуре. Лугает тут, пиздец. Экспилярмус. Конфринго. Левиоса, акция. Прикольно. 19-й. Замбрали. О, страничка. Часовой механизм. В то время как движущиеся шестерни механизмов часовой башни многих отпугивают, другие находят такое уединение замочу. Ничего такого, в принципе, нет. Страшно. Обычно. Просто большие часы. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Такая музыка. Пациент получил травму в ходе Игоря Квидича. Хотя, по моему профессиональному мнению, удалено. Показываю, профессор облака. Дали можно счесть травмы. Собственно, если кто и был травмирован, так это я. Наверное, я еще никогда не в жизни так сильно не закатывал глаза. Просто чудо, что это не сказалось на моем зрении. Как ни удивительно, а вернее возмутительно, директор хочет запретить Квидич. И все из-за того, что чистокровный взял и... Еще до того, как заметил Снич, когда я вежливо озвучил директору свое возражение, он ответил, что... Кому непостижимо. Че-то он... Там мегагандон, походу. Там мега-мега. Как левел поднять? О! Фонтан с единорогом. Количественный фонтан с единорогом создает атмосферу безмятежности и спокойствия в больничном короле. Коварца. Экспилермус. Акция. Контринго. Левиоса. Сука. Ревелли. Кажется, его можно как-то заоткрыть. Тут же дверь за ним. Это же видно. А или здесь? А я здесь че? А если это вещи ваше руководство для вас? Канфринго. Ой, не ссор. Так. Ну, куда-то я иду, спускаюсь. Просто интересно. Че это за дверь? А. Так. Так, мы тут были. Вниз. Еще раз вниз. Вот. Вот она дверь это. Девять там, да, было? Девять. 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 Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Паук. Паук. Так, ладно, продолжаем. Я так и не понял, как эти двери, вообще, что, как, че, там, одно значение, второе, третье, пятое, десятое. Почему я здесь бегаю? Потому что я здесь не был вообще. То есть, оно как бы... Вот такие дела, да, записка. Прошу прощения за задержку. Если бы приходит много корреспонденций насчет введенного некоторое время назад запрета на Давиловку. Видя, каково, на мой взгляд, время и современность, как много болельщиков ждет полюбоваться. Что касается вашего недавнего письма, СМИ и заверить, ли будет тревожный сигнал на министерство, соперниматься всей серьезностью. Я принял сведения, и к сведению ваши опасения, и отдел магического порядка непременно займется этим вопросом. Если позволит плотный график, ваше мнение крайне важно для нас. Не сомневайтесь, у вас опошь контролем. Если хотите, мой секретарь вышлет вам два билета на финальный матч этого года. Вас наверняка порадует результат работы. Хорошо организованное и эффективное работащего правительства с наилучшими пожеланиями. Министр магии, то есть он... То есть, профессор Фиг писал, естественно, магии... Вот он. Че он? Здравствуйте, мистер Мун. О, приветствую вас. Как идут дела с поиском статуэток Димми Масок? А че, у меня есть? Прошу, вот еще несколько лун. О, спасибо. Чем меньше этих статуэток я вижу, тем лучше. А, если найдете остальные, я еще больше расскажу вам об отпирающих чарах. Где же могут быть новые статуэтки Димми Масок и Луны? В местах, где я страх, как люблю погулять, теперь стало и правда страшно. Ой, какая ирония. Здесь, в Зарке, в Хоксмеде, и хотите, верьте, хотите, нет, в местных деревеньках. Бой мучитель подошел к делу основательно. Я не бывал в любимых местах уже целую вечность. Понял, понял тебя. Если я уже за статуэтки Димми Масок, то постараюсь достать для вас Луны. Нельзя не восхититься вашей добротой и отвагой. Ночью. Тем паче, что Луны можно собирать только ночью. Угу. Надеюсь, они будут нам подсвечиваться. Ага, я же говорил. Ты очень смышленый. Вверх, вверх, вверх. Еще вверх. А, нет, давай. Вы что делаете? Уно момента, уно секунду. Этот сбился. Начну я вижу. Эть, продолжаем. Что здесь? Надо подумать, где в школе достаточно высокие места, чтобы там можно было спрятать плю и камни Зенобии. А раньше не проходило. Другой мальчишка неделю таким был. Куда-то я прую, высоко. Ну вот. Ну да, вот он. Непонятливый для меня вещь, бля. Днем не светится, только ночью. Собирать вроде можно днем-ночью. Это не только ночь. Какая приятная встреча, мой юный друг. Если я не ошибаюсь. Еще выше можно. Мне просто интересно. Куда мне прятали? Конфринго! Акция! Ну, выше уже все. Г-г-г. Просто я гуляю пока. Здесь огонек зажег. А, вот еще выше. Чуть вбок. Надо подумать, где в школе достаточно высокие места, чтобы там можно было спрятать плю и камни Зенобии. Здесь почему-то доп какой-то светится. И здесь. Везде какие-то допы. Зал трофеев. Награда за успехи травологии. Это особо награды... Чуть много признания. Ага, понятно. А, вот так прикольно. Молодец для Кубка Огня. Что вы затеяли на этот раз? Что вы затеяли на этот раз? Здесь чего? Какой же он большой, этот замок, а? Почему бы просто не проходить, да по нему? О, сон, ну-ка. О. А нам теперь можно... А нам теперь можно... Ну? Будьте наде. Let's go. Теперь все двери для нас открыты. Надо подумать, где в школе достаточно высокие места, чтобы там можно было спрятать плю и камни Зенобии. Он так про них и говорит. Типа говорит, включи задание, блядь, придурок, нахуй. Сколько же заданий. Сколько же заданий. Я вообще где? Еще выше. Да куда же еще лучше? Е-май, блядь. Тоже замок какой-то. Третий левел. Второй. Ревеллио. Ревеллио. О, страничка. Регулио кабинета директора. Мощная вещь. Мощная вещь. Допустим. Это мы куда идем? Не, это не хочет. Ёпта. Это нормально, да? Будем надеяться. Какая-то метка у меня на дубку есть. Они же все в одном месте, по идее. Надо подумать, где в школе достаточно высокие места, чтобы там можно было спрятать плю и камни Зенобии. Лиси, штучка. Иди меня. Ну так замучаюсь, реально, по замку бегать. С самого верха в самый низ. Это прям целое приключение. Ёпта. Все, наверное, поднимаются, а я спускаюсь. На этом задании. Надо подумать, где в школе достаточно высокие места, чтобы там можно было спрятать плю и камни Зенобии. Уже не один, не два, а три раза в три. Акция! Так, один плю и камень Зенобии уже нашелся. Не понимаю, что в этом такого сложного? Я тоже. А, ну мы сверху вниз как раз, надо просто перетерпеть. И это прекратится. Не знаю, вот по пути пока вот, блядь. Пока... Это и камушки соберем. Так, это у нас типа главный зал. Это как всегда, блядь. Пускай, бля. Надо подумать, где в школе достаточно высокие места, чтобы там можно было спрятать плю и камни Зенобии. Угу, теперь обратно. Ну, просто бегай. Ну, это, кстати, крутой квест в самом начале, если ты реально, то есть ты по замку его... Ну, так гуляешь, смотришь, ходишь. Параллельно вместе с этим еще что-то делаешь. Другая часть вообще уже. Замка. Вообще, я хотел отдельный стрим сделать, чтобы типа все доп-квесты. Надо подумать, где в школе достаточно высокие места, чтобы там можно было спрятать плю и камни Зенобии. Ничего не светится. Короче, с этой лестницы, наверное, не упадешь. Как дурак, нахуй. Ч-ч-ч, туда-сюда, бля. Ну, почему бы и нет, да? Надо подумать, где в школе достаточно высокие места, чтобы там можно было спрятать плю и камни Зенобии. Акция. И чё, опять назад? Ты заище бишь. Уже три взяли, чё. Просто бегать, как дурак. Ещё какой-нибудь хороший квестик взять. И сколько раз я буду это делать? Все три? Ты пока думаешь, да? Кометка нас ведёт. Ой, трэш. Ну, я бы не сказал, что это высоко, это вообще уже низко. А, чё? Нахуй ты меня так плохо ведёшь? Чё? Трэш. Я пробежал. Надо подумать, где в школе достаточно высокие места, чтобы там можно было спрятать плю и камни Зенобии. Не понял. Неужели? Мы где, блядь, вообще? Ревеллио. Для хиромантии. Модель руки имеет специальные отметки, чтобы помочь студентам в практическом применении хиромантии. В зависимости от угла, под которым вы смотрите на эту конструкцию, она либо имеет долгую летнюю жизнь, либо, скорее всего, умрет через две недели. Что тут у нас? Дай мне маска. О! Вот. И записочка. Мадеон, и для меня, как для заместителя директора, большая честь по рекомендации профессора Блока предложить вам должность преподавателя порицания школьчего действия и волшебства Хогварт. Мы будем рады видеть вас в рядах нашего коллектива. Прошу вас, как можно скорее, уведомить нас о своём решении. Буду ждать вашего ответа. С наилучшими пожеланиями, профессор Матильда Уизли. Поговорю. Напомните, пожалуйста, зачем вы дали мне задание? Я учу не только тому, как видеть будущее. Мои ученики должны быть готовы и к тому, что это будущее им сулит. Поэтому в рамках обучения вам нужно выполнять определённые задания. Когда выполните задание, возвращайтесь ко мне, чтобы выучить заклинание Десценду. Я буду вас ждать. Что-то я в ней вижу сверху. Снизу, может, где? Чёрт занёс. А, ну вот это давай. Через карту подождём. Подождём. Ты теперь моя домимаска. Тихонько будем выполнять. А, да вот он, я тут. Один в стринах. Надо подумать, где в школе достаточно высокие места, чтобы там можно было спрятать плюй камни Зенобия. Близко. Последний, да? Такой чё-то он меня вниз ведёт. Я не понимаю, куда ты летишь. Вниз. Говорит, пока я иди вниз, потом вверх, да? Ну давай, чё, последний камешек. Тоже квест. И в кабинете оказались, хрен пойми где, как. Я вообще не помню, чтобы я с ней говорил. Вот так, может, распуточи-то. А я с ней не... Отсюда. Надо подумать, где в школе достаточно высокие места, чтобы там можно было спрятать плюй камни Зенобии. Опять, блядь? А чё, вот нельзя зараз нахуй, так сказать? Почему, блядь, нахуй, надо по пять раз здесь бегать, а? Ты мне не расскажешь, родной? Что это за тема неадекватная? Что тут было, блядь, четыре раза? Резки-провод направо, блядь. Надо подумать, где в школе достаточно высокие места, чтобы там можно было спрятать плюй камни Зенобии. Это последний плюй камень Зенобии. Пора вернуть их ей. Экспилярн, конфринго! Чё вы, блядь, делась? Он там заебал, да, походу? Всё, давай уж тып-хнемся, потому что бежать, блядь, с самого верха до самого низа, ну, вообще не варик. Давай, от профессора фига и стартанём. Ну, такой сегодня стрим, блядь, и падал, и гоблины, и тёмная магия, и плюй камни, блядь. Ну, чё? Иди. Заебался я бегать. Ну... Ты отдашь мне мои камушки? На, на. Разумеется, они ведь твои. О, как замечательно! Все свои дальнейшие победы я посвящу тебе. И, кстати, о победах. Раз мои камешулечки у меня, может кто-нибудь в гостиных согласится сыграть со мной? Отличная идея. Учитывая, как трудно было их вернуть, думаю, кто-нибудь непременно захочет сыграть. Правда? Будет весело. Будем хохотать в голос, когда плюём всех дурачков. Себя главное не задеть. Чудесненько, я пойду. Пожелаю удачи. 180. Ну, такой себе, скажешь, беготня одна. Одна беготня. Задание. Казевки трогали, блин. Глава целус, это фриз. Допустим, будем отслеживать вот это. Допустим, будем отслеживать вот это. А, ну это вообще простейшее задание. Давай сюда. Так у меня же здесь этот был. Огонёк. И? Потом вот сюда хупанил. Логово лунтёнка какого-то. Давай сюда. И на метле, нау, и полетели. И вот, задолбался я. Тоже допквест. Но... Я всегда говорила, что путешествие расширяет сознание. Так. 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 Лопнуть. Вообще простейшее задание, мне кажется. Девять. Пиздец. Одну только нашёл. Не-не-не-не-не-не. Лопните. Сейчас. Лопнем. Полетели. Её мана. Let's go. Я просто не знаю, как быстро реально туда набраться, если не... Пиздец. Пиздец. А чё, почему туда? Полетели, как видите, живут. А, я, наверное, отслеживаю, но... Типа это да. Так, что ли? А как? Стой. А, это ещё что ли? Кроме. Алло. А, тут две. Понял, да? Ещё. Я не вижу шары. А, вон он. Где ещё один шарик? Вон он. Видим? Давай. Ебать, тормози меня быстрее. Ну, так медленно лисит. Так, и вообще, это... Лунтёнку, да? Лунтёнку, ёпт. Там огонёк. Как... Крутить бы, блядь. Не. Карту мне. Да, огонька. А чё огонёк? Чё за? Вы кто? Лунтёнки. Сыкуны. Вы и представить себе не можете, как неудобно было путешествовать, пока я не изобрела летучий порох. Да ну. Неизвестный предмет для рук синий. Интересно, долго будем так лететь? Вот так вот сел и летишь. А чё? А почему бы и нет? Не знаю. Ну... Теперь там пять шариков ещё. Ну, быстро, кстати, реально. Реперс какой-то. Ревеллио. Чё за гипс? Чё там может твориться, ребят? Акция! Левиоса! Вот тут я не знаю, чё. Готово. Эти испытания Мерлина меня не остановят. Прикольно. Прикольно-прикольно. Так, и шары. Есть. А, это верхний, да? Хоксмирт или какого? Да, я их видел. А, не, пришли, какая-то железная дорога, блять. Два шаращика, вон один. Чё-то, наверное, мне прям дико интересно. Я где? Это как называется? Я тут не был. Ну, трейлвейный, пустой, штек, типа. Торговец тут есть. Ну, закрыто, да, походу? Не, станция Хоксмирт. Я тебя видел. Билетная касса станции Хоксмирт. Эта станция находится... Станция стоит здесь с начала 1800-х годов, когда министр магии Роталин Гэмбл приобрела паровоз для перевозки студентов в Хоксмирт. Станция появилась в Хоксмирте практически за одну ночь. Сразу после прибытия поезда операция включала в себя использование большого количества чар ложной памяти на магловских рабочих. Крупнейшие пытания применения чар сокрытия. А, они реально ручную станцию ставили, обычные люди, и потом хуяк ничего не помнят. Ну, что вы, клянусь, я не буду тратить ваше время понапрасну. И я чрезвычайно благодарен за эту возможность. Ну, давай, что там у тебя? Это... Почему он шевелится? Что, я... Твой мешок. Он дергается. Кто там? Надеюсь, не крыса. Нет, нет, это Нюхлер. И зачем мне Нюхлер? Он очень ловкий. Обокрал меня вот так-то. Тебя обчистил Нюхлер? Я об этом и толкую. У него талант. Такие Нюхлеры... Наверное, ладно. Давай, показывай. Эм... Наверное, я... Ты просто морочишь мне голову. А что вы, я бы не за что не стал тратить ваше... А, где же вы? Тоже мне бы, конечно, даже ты... Если я поймал, это не крыса. Я ее придушу. Клянусь, придушу. Это вовсе не крыса. Дилетант. Сейчас. Пусть творится, блядь, люди. А ты че тут? Леопольд. Здравствуйте. У вас есть товары на продажу? Конечно, но... Эээ... Как вы здесь смогли оказаться? Заблудились? Да нет. Я просто гуляю по окрестностям. Ага. Приятно иногда вырваться из рутины. Я и сам люблю путешествия. Тоже добрый, да, похоже? Меня зовут Леопольд Бабкок, и я действительно торговец. Что ж, раз вы тоже любите незаурядные путешествия, хочу напомнить, как важно иметь при себе запас рябинового отвара. Скажу вам, что, например, в запретный лес нечего и соваться без него. Что скажете на этот счет? Лучше ведь задуматься о безопасности на пути. Я как-то с тремя банками там протянул. Благодарю вас, мистер Бабкок. Скажите, если что-нибудь пригодится. Каждый что-то советует. А что у вас можно купить? Хорошо, у вас купить можно. Что вам всего не нужно? А, ты у нас тут такие прикольчики, да, короче. Можно выращивать в горшке любого размера. Маневренная метла для хозяина, который хочет выглядеть впечатляюще, когда не выстрелит свои бесчисленные навыки. Пять тысяч. Надо запомнить, на станции, короче. Надеюсь, это не последняя покупка. Да не. Вижу, Арну удалось вернуть. Приятно было повидаться. Да. Тоже. На единичку, короче. Что вам сегодня нужно? Эки, пять тысяч, ебать. А? Вот это я понимаю. Приятно было повидаться. Находится это все дело вообще, кстати, в неочевидном месте. Вот Хоксмит. Нижний Хоксфилд. Верхний Хоксфилд. И вот здесь. Испытание Мерлина. А что, почему бы и нет? У меня не есть, я по этому листочку... Победим, что ты выдумал на этот раз, Мерлин. ...и не покупал. Что ты выдумал на этот раз? Ревеллио. Ну, в принципе, как всегда. Хайфы. Канфринго! Блядь, ебучий дерево. Не так уж и сложно, Мерлин. Ну да и... Это нам даст еще, наверное, доп слоты, насколько я помню. 5000 метла. Я от того. Ха-ха-ха-ха. Блядь, это шар найти, а? Так вот, со стороны, посмотри... Смотри, да, и не видно его. Еще одно, что ли? Пану-ка, стоять. Ну а что? Пока тут. Не лагай, три шара. И че? Пять шаров? Еще есть? Я сломал, я больше не пойду никогда. Ревеллио. Канфринго. Ревеллио. Не лагало было вообще улет. Еще один и будет нам на Бриддик. Давай, отпускай. Нам тебе временно подумать. Бывает. Бываетно. А, Мадин, Мадин, или что есть? Малевый, маль. Как и Мальва? Она вообще так не растет. Златоглазки. Канфринго! А, и Шинжу, ебать. Видите, шары? Ну, есть. Здесь шары ебучие. Тут уже граница. Тут даже, видимо, сюда. А, находясь вверху. Тих-тих. А, вот. Отлично. С такой скоростью сейчас ганал. Жестенькая. Это что там? Ёптвоё. О, это нам для хилочки. Что такое? Ревеллио. Бля, а? Какое место? Вообще жесть. Вот камушек. Смотри, а? Рассвет встретили, по сути. Уйди. Инцендио. А, ну, испытание Мэрилина. А, ну, испытание Мэрилина. Не моя вина в том, что ты огромный смертоносный паук. Соглы. Ласт, кстати. Ну, как ласт. Спасибо. А сколько осталось? Почекануть. Ревеллио. Ревеллио. Что такое? Что такое? Какая красота. Инцендио. Инцендио. Конфринго. Акция. Конфринго. Акция. Я так ее сто лет буду бивать. Конфринго. Экспильармус. Инцендио. Конфринго. Конфринго. Инцендио. Конфринго. Экспильармус. Экспильармус. А, ебать, я ж могу так. Инцендио. Конфринго. Конфринго. Экспильармус. Инцендио. Протега, остолбени! Протега, остолбени! Инсентио, конфлимго! Экспелиармус! Конфлимго! Сис, что, блядь, творится тут, нахуй? Вас вообще, я не понимаю. Ты же. Вот что-то светится. Люмас! Ааа, ну я по... Я все понял, я все понял. Ну я вижу вот этот ближайший. Он тут как бы тоже свой есть. Первый зарядили. Еще есть. Под мостом. А, он шарик тоже. Яичко. Люмас! Ус. Еще. А где еще? Ааа, вот вижу. Ааа. Так, быстрее. А, они. Подожди. А, ну вон они. Люмас! Пойдем. Туда. Этот спрятался просто. Его сразу не было видно. Ага. Тут, блядь, все дела делаем. Временно. Эти испытания Мерлина меня не остановят. Есть. Восьмой, да? Или что там, шестой? Ааа. Испытание выполнено. Ааа, давай посмотрим как раз. Испытание. Вот. Ээээ. Давай следование. Лопать шары и получить награду. Визуал метлы. Вот. И личная вместимость вашего инвентаря. Еще десять. Ну, десять, потом му-му-му, блядь, короче. Так, бой. Ну, типа прогресс у нас идет. Понятно. И странички. 25 Хогвартс. С регалиями, значит. Ага. Ну, все. Бум-бум-бум. Добро. Сколько у нас этой эмали вы? Три. Мало. 20% заданий выполнен стал. Ага. Я видел шар. Вот, блядь. Ой, блядь. Конферинго! Если я их... Эти буду лопать. А, это внизу. Ну, подожди. Кто здесь? Попорные жабы. Большие попорные жабы. Чё-то я их не вижу. Водопад. Левиоса! Конферинго! Ебать я, злый. Живая. А, живая. А, ну они френдли. Сколько же прикольного, а? В игре. Мадам Кагаве. Мадам Кагаве. А я здесь был? А я здесь не был. Хорош. Попробовать жабросли? Хотя нет. Всё равно придётся плыть. Чё ну? Ривелио. Лодочный сарай. Решила поплавать? Господи, нет. Но я уже начинаю подумывать о том, чтобы научиться плавать. А, чё-то достать опять? Ты какой же из меня посредник между нами и водяным народом, если я не умею плавать? Ты посредник между нами и водяным народом? Формально нет. Во всяком случае, пока. Вообще-то, такой должности не существует. Но я собираюсь это исправить. Кстати, меня зовут Нерида. Нерида Робертс. Мы виделись в скрещенных палочках, но не представились друг другу. Да, точно. Приятно снова тебя видеть. Взаимно. Припоминаю. Похоже, тебя очень интересует водяной народ. Это так. Ведь волшебники их совершенно не понимают и презирают, как гоблинов и кентавров. Мне кажется, раз у гоблинов и кентавров есть свои представители в министерстве, у водяного народа тоже должен быть. Мне кажется, хуйней занимаешься. По-моему, твои усилия напрасны. Вдруг они вообще не хотят иметь с нами дела, а? Ну, пока они вроде бы не против такого. Пару недель назад я сделала им подарок, и они собирались оставить мне ответный дар в одной из пещер. Кто себе такой сказал? С их стороны, это знак дружелюбия и приглашение в гости. Я пыталась им объяснить, что не умею плавать, но, видимо, перевела это не совсем точно. У них очень сложный язык. А что должен делать посредник между нами и водяным народом? О, множество важных вещей. Я хочу узнать о них все, что только можно. И в совершенстве освоить язык водяного народа. Я бы рассказала им все, что они захотят узнать о волшебниках. Мне кажется, что узнав друг друга получше, мы могли бы плодотворно сотрудничать. Скажи, почему ты так интересуешься водяным народом? Ты даже не представляешь себе, насколько они умные. Говорят, легенды о них просочились даже в мир маглов. Люди издавна рассказывают про сирен, русалок из Греции, в Шотландии обитают селки, а в Ирландии – мэрроу. Я могу очень долго о них говорить. У них крайне любопытно устроены сообщества. Они способны приручать морских животных, а уж их искусство и музыка. Словом, мы почти ничего о них не знаем. А почему вообще у волшебников не заладилось с водяным народом? Видишь ли, люди относились к водяному народу как к низшим существам, пусть и в наших культурах много общего. Неудивительно, что они отказались признать статус существ, присвоенным министерством. Да как вообще можно присваивать какие-то статусы столь любным созданиям? Что ж, я могу сплавать туда, если нужно. Ты сейчас не шутишь? О, спасибо, спасибо, спасибо огромное! Я не хочу, чтобы они решили, будто я отвергла их дар. Дипломатия – вещь очень тонкая. Если я, конечно, не ошибаюсь, проход в пещеру находится где-то вон там, под водой. Мне ужасно любопытно, что ты там найдешь. Но однажды я точно увижу все сама. Точно увижу! Чем я занимаюсь? Поехали. И чё, в натуре, сейчас будет водная миссия какая-то? Ну надо же! Пещера. Неужто водяной народ и впрямь оставил Нериди какой-то артефакт? Инцендиа! Так, давай-ка, лети за мной. Бабочек. А, я понял. А теперь остальные. Инцендиа! Люмос! Пиздец. Прикольно. Интересно, что здесь такое? Ревеллио! Нерида будет просто счастлива. Артефакт водяного наружа. Ну, пусть всё. Я уже думаю, как назвать эту серию. Ну, это я обозначу обязательно. Очень такая маленькая, но прикольная очень миссия. Еб твою мать, вылези отсюда. Подарок от водяного народа был точно там, где они сказали. А, как замечательно! Я уже беспокоилась, что водяной народ расценит это как оскорбление. Наша с ними связь и без того очень хрупкая. Рад помочь. Надеюсь, это начало здоровых дипломатических отношений. Мэрлинова Борода! Какая прелесть! Я покажу его всем! В том числе в министерстве. Почтой отправить или лично принести. Ещё раз спасибо! Большущее! Возможно, именно благодаря твоей помощи отношения между волшебниками и водяным народом в дальнейшем улучшатся. Я водяной. Не терпится его изучить. Водяной, я водяной. Чтобы затеяли на этот раз. Побочные. Двадцатый. Хоп! И всё. Вот это я понимаю, да? По пути так заглянул. О! 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 Конфринго! Саглы. Ну, страничка. Сундучок. Ривеллио! Дверь. На выход. Вот и всё. Всё забрали. Все приколы. А не давай! Пока! Теперь, бать. Тут лестница, конечно, дикая. Прикинь, не рано пешком всё догнать. Её, по-твоему. Сто раз надоест. Когда на метле летаешь, такой маленький обзор получается. Ну, как-то не прикольно. Чуть ещё больше оно. О! Вот это я понимаю. Слушай, а я, может, не туда лечу. А ну, стой, блядь. Задание, правильно? Здравствуйте. Да. Так. Вот. Вот это нам надо. Чик. А вы награду дадут. Тоже доп есть. Но это уже потом. Допов много в игре. И это прикольно. Как вы справляетесь с заданиями? Ревеллио. А сундук у тебя открыть можно, блядь? А, нельзя. О! Уважаемая мадам Кагава, я рада, что вы займёте должность инструктора по лётной подготовке. Думаю, наша совместная работа будет не столь запоминающейся, как то приключения в гавани Якагава. Хотя, как знать, с нетерпением жду нашей встречи. Если у вас появятся вопросы, отправьте мне совместные, лучшими пожеланиями, значит, Уизли. Ага. Бешёвом в связи с решением профессора Блэка отменить квиддич. Как вы знаете, моя заветная мечта стать профессиональным игроком квиддича. И теперь эта мечта стала несбыточной. Или, по крайней мере, очень труднодостижимой. Профессор Уизли настаивает, что в этом вопросе мы должны положиться на мнение директора. И советует мне тренироваться самостоятельно. Я придумал для себя ряд упражнений, но это совсем не то же самое, что тренироваться на поле. Саглы. С этим ничто не сравнится. Не могли бы вы поговорить с директором или профессором Уизли, если я целый год не смогу играть в квиддич, я потом буду страдать из-за этого всю оставшуюся жизнь. Эмильдерейс. Спасибо. Мадам Кагава, все ваши задания выполнены. Чудесно. Я так полагаю, теперь вы намного лучше владеете метлой. Получше, получше. Да, профессор. Приятно слышать. Продолжайте в том же духе. Возможно, вам удастся попасть в команду по квиддичу. Если, конечно, Блэк снимет запрет на квиддич. Что ж, задания выполнены. Давайте приступим. Итак, Глациус. Обратите внимание на движение палочкой. Ну сейчас-то вот, понял, видюха 99. Сейчас-то почему и 99 быть? Непонятно. Странная эта вещь. Забыл. Эф. Ну с такими лагами. Глациус. Потренируйте новое заклинание здесь, в моем кабинете. Прежде чем использовать его на практике. Согласен с вами. А как? Ау. Это треш, реально. Это очень жестко. Лебиоса. Глациус. По-моему, он уже усвоил урок. Но если хотите продать... Контрин, пожалуйста. Мышечная память, мощная штука. Согласен. Пускай, отпускай. Пушка не дает покоя. Вот. Да, подотпустила. Глациус. Инцидия. Контринго. Лебиоса. Акция. Сука, сто тысяч этих скиллов. Вы что делаете? За палочку. Ревеллио. Угу. Плюс заклинания. Морожевающие. Че? Акция. Так. Блин, столько заданий, реально. Все и все неплохие. Кинтарь-то, нужно, наверное, мне все повырастало. Сколько у меня денег? 5000 метла. И там большой, для больших... Мальтву, блядь. Пять маленьких горшочков, я помню. Сколько у меня денег? Четыре. А, ну нам выручай комнату в любом случае, потому что нам надо определить... Этот. Этот. О. Ну, это... Ну, это... Дай им путь. Топовая игра. Чем бы не лагало, было бы вообще кайф, нахуй. Так, М. И поехали нам в... Выручай комнату. Нашу плантацию собирать. Надо посадить мальву, мальву. А то у нас там ее нету ни хрена. Стой. Блядь, уже посадил. А, ну, само сажает. Ну, вместо вот этой капусты... Освободить горшок. Э, написано, что там, блядь, то, что... Можно в любом. Вот. Твою мать. Вот это я поставил, конечно. А, все. Идет варива, блядь. Но идет процесс. Надо в темный лес идти. Наверное, на следующем. И как раз это... Как его... Выполнить вот это задание. Сейчас. Темный лес и... Что это? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так, ты братишь пока уйди Ну так же на одну линию поставим Маленький стенд для посадки Взаимодействовать? Нет? Нам надо тебя переместить маленькое растение выход 1 то есть это маленькая это побольше но типа не знаю ты будешь у нас этот вот здесь чилить где можно семена купить красная на него погляди так мы думаю нам достаточно семена семена вот здесь наверно семян удобрений на мой любимый огонек и погнали и мы еще сейчас сюжет немножечко затронем конечно но здравствуй хок смит конечно голодранцем тоже можно бегать будет не наша здравствуйте подойду к вам через минутку это уже тут и вот сладко эмалевая споришь обязательно скажите если вам что-нибудь еще нужно все беру все и мы голодранцы дефиндо нас такого нема подаем любой подтвердить что у меня нет недостатка в товарах сладко эмалево я бы не сказал что много надо пускай будет опять туда придет процесс конкретный вот это я поставил конечно серьезно что еще уж так вручную горячим больших меня нет средний есть каждый что-то стоит прошу заметить бать мне тут плантации сука вот мальва антоканом так если она маленькая понял на то нет смысле в сажать в такие большие ну давай все вообще нет нихрена и мать не тут огородника болеть хази все сделано здесь тоже да все это бы на чигарит ебать сможешь жить блять в этой комнате вот 40 секунд вот это убрать мне кажется вот эту поставить еще вот там готова не едут о готовчик вот чё про миссис ковру милый и маленький ну так гениально а вот средние растения то вот вонросли из капуста за гору поугару от средний сажать капусту сюда есть маленькие будут все гениально гениально сейчас она хоп и мы по квесту по основному все погнали задание изучение тварей местоположение на карте прям рядышком а мы там у него уехать и все попить опять не нашел ну ладно давай тоже ты нам расскажешь добро пожаловать вижу вы уже познакомились с некоторыми существами мы ее кстати не видели прикольный 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 я поп и поп до бренг не волнуйся профессор хоффин иногда слегка преувеличивает существа на ее уроках совершенно не опасно мисс добринг не отвлекайтесь пожалуй а у карликовых пушишек очень шустрые языки можешь попрактиковаться на джеральди только берегись его языка возьми мою щетку только будь аккуратней а и думай о чем-нибудь хорошим щетка используется для ухода за волшебную нажмите т затем наведите курсу на щетку для поглаживания удерживать лкм и перри тащите ее на комплект я могу себе такого туда комнату закинуть типа мне кажется он голодный дай ему немного корма ё-моё блять а я не голодный какие эти дрожжи на вкус для джеральда может как пудинг опробуй думаю теперь вы с джеральдом подружились какую язык и это хорошо потому что он очень милый точно он очень миленький уверенность одна из главных его черт и чистоплотность все молодцы а теперь давайте пройдем к вольерам и выберем другое существо и прошу будьте осторожными когда кормите и вычесываете их мисс добринг покажите нашему новичку жмыров в дальнем вольере хорошо даже сел беру иди сюда жмыров держит вот тут типа код большой побольше за усы жморов можно выручить пару-тройку кнатов так что сможем закупиться сладостями иди пауков тупая тварь сейчас части палочку в этот чудачка папе приперлась что за грызуна распереживалась хочу братишки ее зовут персифона ее зовут персифона это не смешно пошли братишки этим двоим вообще ничего делать на этих занятиях будущие браконьеры персифона сразу пока не усну так не услышишь я просто знаю эту фразу мы что продолжим жмыров тоже нужно покормить и расчесать жмиром ты нравишься я всем нравлюсь они сразу чувствуют как и я итак урок подошел к концу пожалуйста закройте вольеры и можете идти так а где наш новенький а вот вы где надо идите на минутку пожалуйста да я здравствуйте профессор вы хотели со мной поговорить да как вам первый урок по изучению магических существ было очень интересно думаю это будет один из моих любимых предметов хорошо похоже вы понимаете что принадлежащим отношении существа могут принести немалую пользу некоторые существа дают нам доступ к волшебным материалам разумеется при условии правильного ухода выдергивание усов таковым разумеется не является кстати вы поступили похвально но в следующий раз прошу вас обратитесь ко мне хорошо профессор хочу я пускал это не смешно ни хуя браконьеров рук вуда увы страдаем от них в основном мы чё часто левился на два часа и пусть стоит бессмысленные смерти ну кто-то же должен привлечь браконьеров к ответственности министерство например вы настроена оптимистично но давайте займемся более насущными вопросами с которыми можем справиться сами профессору изли попросила меня подготовить для вас несколько задач чтобы помочь вам догнать сверстников ждите от меня сову а пока советую вам изучить как можно тоже сову юмаю свое личное время ты могу купить как раскреску блять и там чувак папе ты что-то хотела спасибо тебе еще раз за то что заступился за меня перед теми негодяями ты прям как а в гури в полуденной пустыне да я это я надеюсь что это хорошо это наше с бабушкой выражение означает что кто-то или что-то приятно удивили во всяком случае мы так решили как оазис просто стоять и смотреть как его муж с тобой похожие взгляды вообще-то именно поэтому я решила тебя кое с кем познакомить в лесу лесу звучит интересно отлично показывай дорогу на это я и рассчитывала я бы не позвала туда кого попало вообще-то ты первый вроде тогда спасибо за доверие я говорила мы с тобой похожи это неожиданно но приятно и ведь меня не будьте наш посветлил и прозовел ведь тут бег надо бежим легким бегом по моему сегодня отличная погода папе куда ты меня ведешь давай давай я бегу откуда здесь лес грядки наху ставили же надо еще пожалуйста мы почти пришли еще немного пройдем и валю не активно блин плохой пик так близко кстати отойди чем дракун до шоу это гипо риф или как я орел нет я кони были познакомься с крыланой она красавица верно ну давай подойди познакомься только не забудь перед тем как приблизиться гиппогрифу нужно проявить уважение уважаешь меня он такой а так и знала никогда раньше не видела чтобы гиппогриф так быстро подпустил кого-то к себе теперь можешь покормить ее почистить время от времени я навещаю ее приношу что-нибудь вкусненькое и рассказываю что происходит по ней этого и не скажешь но она ужасно любит сплетни жалко что диалог оборвался фраза точнее а и надо загнаться чтобы взлететь а ну мы с одного факультета ну что как тебе крыла на чудная я думаю она великолепна чудные здорово что ты нас познакомил так и знала что выпадал так значит это к тебе прилетает гиппогриф которого видели ученики над запретным лесом все может быть а ты знаешь что стоит однажды заслужить доверие гиппогрифа он всегда будет предан тебе я убедилась в этом на собственному а как именно вы с крыланой познакомились это длинная история несколько лет назад я спасла ее из лап браконьеров помогла добраться до безопасного места и все было в порядке но с недавних пор все изменилось ты наверное понимаешь что эта местность кишит браконьерами и я боюсь что они снова ее поймают а меня не будет рядом чтобы ее спасти да и штук вокруг говорила браконьер и понадавал и намекала что на помощь министерства рассчитывать не стоит мы с профессором ховен редко приходим к согласию но боюсь в этом она права влияние браконьеров растет каждый день я встречаю их в деревне слоняются туда-сюда болтают с людьми они что-то замышляют знать бы что это не замышляют выглядит подозрительно ведут себя странно и похоже что-то замышляют надо бы в этом разобраться узнать что происходит и чем они занимаются ауф похоже тебя не остановить расскажешь потом что удалось узнать ну ладно хорошо мне уже пора надеюсь позже поговорим вот так вот ее мое где а вы уговорите только тут рядышком а я здесь вообще был вот тут например вот тут он тут я был да тут я ходил видишь на я много где был вот здесь и не был западная часть но он большой кстати от лис оксмит туда очага древней магии интересно где же я был там рилой а вот здесь а деревушка и поживого я вот тут был леопольд а чуть дальше здесь деревушка здесь тоже здесь вот этот край я вообще не следовал епта про это я вообще молчу очень такой объемный апскалмир хотя кажется что не очень ауф ауф ёптвою бухумуди бля ну тут стримов я вчера был 13 точно стримов 10 точно сделать вот стримов 20 будет ну игра очень крутая и большая здесь явно тоже можно будет быть хотя ну вот так какой то маршрут здесь я вот не был вообще где чел и себастьян ты охерел блять где добы задание твое а дети гоблина поменил лодку гук а как его на это не тот ли гном который вот здесь был вот тут по пути по пути галочка а ну типа я все залутал тина рук лучи приколисты вот это очень интересно чак древней магии здесь две замок очень очень круто здесь я не был здесь здесь был здесь вообще пройти по-хорошему тоже центральная часть долины хоксфорда логово дворняка понятно здесь мы были нижний хоксфилд ну по идее лод гук чине он должен вот здесь быть или нет а как его на эту реально задание то нет не отслеживаемые я уж просто не помню реально где он был ну типа сейчас мы без заданий можем ходить спокойно ну я бы сколько стрим длится давай посмотрим ну если учитывать то что я буду обрезать вырезать и да и так далее ну по четыре часа не так много давай в комнату нашу крутую там надо растений все-таки забрать лишь мы так вот мальва в маленьких значит с моей одной уберем маленькие мы не будем сажать вот средние капусту блять будем кидаться сука капустой капуста капуста это это и тот 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 вот вместо бадьяна можно тоже малева серьезные вещи тут у нас их думает что вы должны гордиться приготовленными зельями а такой ради гублин ну это явно не он не гоблин он уже эльф епт бублин гоблин я у него спросил слышь а такого не за не видал чувака листьев бадьяна у нас прилично давай через инвентарь чекнем вот смотри совы зле и понятно понятно вот наши лес и малевы 23 он росли у нас нету а ну вот если они большие смоконница иначе такой пускай растет сгоняем на выброс этот магии древний завтра уже будем разбираться как это найти гоблина ну я помню как будто реально это тот который в нижнем хоксфилде карта карта мира ага нам нас сюда вот можно через верхних оксфилд и сюда чебыкнуть на метле и все в ажуре вообще полезная эта вещь ваше руководство для волшебников с виду приятное местечко уже приятная туда этого я бы не хотел здесь жить о теперь мы можем зайти и и Играет музыка Вот он, если он, этот Как ее, луна Они, что? А, вон он, что? Придется подождать Благо мы это умеем делать Ты теперь моя домимаска Что-то ты сел, кривовато, чел Да еп Ревеллио Ой, ой, ой Ну а че, пока по пути Почему бы и не заняться А, ну так быстрее можно, видишь Что-то я не это Ау Ревеллио Два сундучка Книжный шкаф и коллекция обновлена Большой сундук Броник Сейчас Я даже к ней не буду идти Потому что она, блядь, сейчас начнет Ёб твою мать И не этот 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 Блядь, ну она любит Поехали А там лабиринт, кстати, тоже сундучком Ёб твою мать Ты че делаешь Хотел посмотреть лишь Кто это А это волк, да Интересно, кто тут жил Стоп Кто здесь А то нам помешает, не дай бог Не может, не смог Акция Инцендия Конфринго Инцендия Конфринго Ревеллио Вот оно, но хай Опа 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 Дай бог здоровья Ревеллио Опа А вот А вот Окок И все Ее мое Торговец какой-то Зажим просто он даже на картине Не отображается О, так ты теперь тут, что ли Что вам сегодня нужно Медлуп за 5000 Вот это был бы Было бы неплохо Вот это продать на руси Куда мне это взялось Приятно было повидаться Цыглы Придумаю Так Несомненно Это место покинули Ревеллио Ревеллио А, вон он, что Ебать, не херай Тихо, тихо, тихо Тихо, тихо Тихо Садись Ревеллио Придумай 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 Тимантия Плюс Отделанная Школьная Мантия Давай так Погоняем Почему бы Нет Так Ну Всплеск Магии Ага Че же будет Никуда Ничего не показывает Ревеллио Главное Ничего не показывает Ну то есть И че Дальше Ну вот мы Типа Чизнули Допустим Может внутри Че Я попустил Еще Стой Ага Вот оно Че Замок Починим Как-нибудь Или Что-то Произойдет Сюжетное Че Че Как Снизу Че-то Да И Дальше Было не так уж Сложно Найти больше Ч Его Дремии Магии И выполняйте Связанные с ним Испытания Чтобы повысить Вместимость Индикатора вместимость индикатора вот это что значит то есть еще один и у нас будет еще то есть будет три ульты типа использовать типа того и пить давай он всегда неподалеку шли будет теперь этот человек ее твою ты чё а что вам сегодня нужно продать вот это за 200 было бы неплохо и вот это приятно было повидаться да да либо сделать больше пуля обзора когда ты на митле будет мы здесь это еще один должен типа всплеск быть даже глазами не глядишь за ним тут мы не были даже наверное уже надо продолжать завтра потому что будет что-то очень интересное будем надеяться что лагать не будет все и все будет добренько как пойдет бля давай-ка ганьку откроем все-таки близко здесь не были тем более огоньки огоньки надо бы на открывать ревелия год хай ю ты кто приятно встреча мой юный друг что здесь случилось да что видела грима предзнаменование смерти я в опасности но если он меня не увидит все ведь будет хорошо да все что мне нужно это это теле невидимости да вот и все даже если вы видели грима это всего лишь дурная примета а приметы не нападают так что вряд ли зелье невидимости вам чем-то поможет вижу вы мне не верите да у меня нету ю что здесь случилось боюсь мои запасы зелье невидимости иссякли советую вам найти безопасное место и соблюдать осторожность хочет я заколдую что у вас нет ну нет так нет какая-то чудачка почему же изгонять купить блять его ну интересно чё их их и его удалось что это столько типа вот тут близко я не знаю знать ну не факт что у него как шоу будет у него тихо нигуди что вам сегодня нужно зелье бы невидимости было бы сама то а у тебя его нет ты приятно было повидаться я предлагаю здесь закончить как раз и это куда ты гонишь так ебучить а здесь закончить сгонять ей за зельем посмотреть что будет ну просто ну тип какой-то интерактив понятное дело да микро задание было бы у меня но у меня всяких ублять понял или невидимости нет козявки тролля а козявки тролля тоже квест как раз и квест получается первым делом так это записываю это запомнил а и и Хороший. Хороший. Да. Сегодня мы, получается, и тварей этих всяких посмотрели, да? И, чё, таланты парочку я вкачал в самом начале, да? Скиллы только чё, через это меню можно посмотреть? Вот эти скиллы приобрели как раз-таки за этими. С комнатой немножко разобрались. Вот этот скилл приобрели. Глациус, контроль. Мощь. Как-то так. Ну, а я сохраняюсь и прощаюсь. Сохраняем игру. Тот-толим. Да. Всё. Всё. Да. До следующей серии, которая будет... А завтра не получится. А, ну, может... А, не. Да. До послезавтра, получается. Это получается до уже... А, ну, если сегодня 14-го, до... До 15-го. Да. Вот так. Такая серия. Сейчас буду её переименовывать, обрезать, вот это всё дело делать, бля. Всё. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok